У меня начинает глаз дергаться, когда мне звонит какой-нибудь подрядчик и говорит Володька, все будет в лучшем виде. Блять, да что за бред ты несешь? Два дня осталось до заявки. Я где в Иркутске сейчас найду 18 гидроциклов? Да меня это не ебет, об этом нужно было думать, когда ты 100% предоплаты брал. Что там дальше? Процесс разработки путешествия я бы сравнил с покупкой нового автомобиля, когда ты выбираешь объем двигателя, механика или автомат, цвет салона, акустическую систему. Иногда выбор этих деталей и предвкушение результата не менее увлекательный процесс, чем управление этим автомобилем. Работа над каждым приключением начинается с получения заявки на почту или в телеграм. С кем-то мы можем встретиться лично. Музыка Музыка За час-полтора я или мой помощник успеваем нарисовать предварительную программу. В то же время мы понимаем, насколько серьезные намерения заказчика, и он тоже делает вывод, иметь с нами дело или нет. Мы рассказываем о достопримечательностях, гостиницах, технике, фишках региона. В процессе понимаем, что нравится заказчику, а что нет. Позже все, что обсудили, переносим в печатный вид и отправляем на согласование. Случается, что над некоторыми заявками мы работаем по полгода, а количество их версий может доходить до 20. Алло! После утверждения предварительной программы мы переходим к смете. Каждый переезд из точки А в точку Б, услуги банщика или закуп продуктов для пикников – все это отражается в смете отдельной строкой. Мы не придумываем новых формулировок, не считаем блоками и не размазываем стоимость по позициям. Если стоимость обеда 1000 рублей, то в смете не появится 1200. Смета недельного приключения для семьи из 4-х человек на Алтае или Байкале – это около 150 строк в Экселе. Двухнедельная джип-экспедиция – не меньше 300. Давать общую сумму без обоснования, из чего она складывается, нельзя, даже если она посчитана с точностью до копейки. Когда маршруты смета уже согласованы, мы переходим к верстке презентации. В ней описание каждого дня и достопримечательности, тайминг и ссылки на фотоархивы проживания и техники. На этом этапе мы стремимся, чтобы у клиента не осталось никаких вопросов. После утверждения заказчиков сметы, маршрута и презентации мы приступаем к меню. Они просто, видимо, два дня так попривыкли к текстуре и к мясу, и ко всему, и тут такой продукт непонятный. Но по питанию в этом туре вообще, да, по-моему, никаких не было? И самое поганое, что это был самый последний уже акт еды, и мне нечем было ничего заменить, ну, как-то по-быстрому сориентировался, поэтому пришлось сказать, и вы мне, конечно, извините, мясо нежное, ну, как бы оно не жесткое, но оно суховато. Так, мы идем к месту, которое называется «Как засыпать?» Будет там, будет что? Еда. Вот здесь будут гости есть всегда. Мы идем в место, где будут есть гости. В духовке у плиток рабочая. Это морозилочка. Три с половиной, например, чайник она выдержит. Полосы сожидать, чтобы они были свободные. На угли, что-то ты где-то, где место находится? С мытьюрой посуды мы как сделаем? Он у вас как-то разденен, и все, в один мешок. Ну, просто сколько заведено нам дарит парик, кто-то туда в зал не идет? Понятно, что, ну, как бы, для рыбы это чересчур большое отверстие, но ты же можешь туда натолкать уток. Уток? Конечно. Всяких там, блин, кур, птиц, я не знаю, что. Это долго вот так вот стоит, и так все капает, стекает. Можешь использовать это для этого мастер-класса вечерний. А он здесь будет проходить? Ну, его можем провести где угодно, но я считаю, что это надо сделать на улице. Ну, а что, мне нравится. Александр Александрович, хорошо, что вы не на флоте работаете. А то так, если начнешь, то оно не до вы говоришь. Последние четыре года в наших путешествиях проработка меню это такой же неотъемлемый элемент, как бронирование гостиницы техники. Моторику поняли. Все, у них в бед приехали, уже сытые, пожрали опять. Ужин через сколько часов примерно? И будет ли в этот день баня? Ну, в этот день они мне вчера сказали, что баня не будут, потому что они все уставшие. Приедут они на базу РЖД после дегустационного сета в этих стрижах, без пяти блюд. О, божечки. Может быть, на такую штуку неуместную сделаешь шведку надо? Кто-то там следит за фигурой, кто-то там еще что-то. За три часа никто не умрет от голода. Баня будет? Баня будет. Смотри, количество шесть человек. Примерно пока. Примерно пока. И хотят питаться там, а какать в одном месте. Здесь еще есть покупка на корабле. Не вижу смысла всем делать этот завтрак. Никто не встанет. Чаями с тормозочками, все горячее там, свеженькое туда-сюда. И эта группа, она возвращается на базу на сколько? Они беседку к августу построят? Мы ждем ее с прошлого года. Они обещали к июле прошлого года ее построить, поэтому я бы на нее не рассчитывал. А кто остается на базе, пока не знаю. Скажу позже. Две фишечки и одну пихточку. Кильки драчат. Посмотри. Господи, что я не сошел? Ты можешь себе представить, что на организацию питания мы тратим до 10 тысяч долларов? Это за неделю на группу до 6 человек. Без логистики, без доставки продуктов, подготовки, материалов и всего остальное. Без работы поваров, официантов и другого обслуживающего персонала. Пюре из баклажана и крем из чеснока и меда. То есть, в идеале его надо так аккуратно брать. Можете по отдельности попробовать сначала. Вот это вот, думаешь, масло, это сашкин пот. Он с удивительного. Сыр, это строчителло, это дань сметане в борще. Это сливочные нити, такие очень приятные. Наверное, все пробовали бурату, который в Иркутске готовит. Вот это ее внутренность. Обычно, когда туристы получают программу от туроператора, там написано завтрак в гостинице, прогулка по городу, трансфер туда-то, обед, бла-бла-бла, ужин. А что в этот завтрак, обед, ужин включено, непонятно. Неважно, аллергия у вас, у вас может быть отек квинки там какой-нибудь, от кунжута. Это никого не интересует. Просто завтрак, обед, ужин включен. Во, кайф. А то, что вы можете умереть от какого-то продукта, это никого не интересует. Поэтому для каждого приключения мы разрабатываем отдельное меню, где прописаны все завтраки, обеды, ужины, перекусы, перепивы, перебухи. Все, что попадает в рот гостям, прописано в отдельном файле, который называется «Меню приключения». А то знаю я ваш это. Что ему нахуй будет в холодильнике, плюс пяти, блядь. Что, от двери сюда поставь, чтобы стекло не шинит. Ну давайте, удачи! И я убежден, что хороший кусок мяса может нивелировать плохую погоду и несвежую рубашку водителя. И никакой хороший отель «Пять звезд» не создаст такую атмосферу, как свежесваренный кофе и горячая выпечка по утрам. Все наши презентации, сметы, программы и все остальное, то, что мы пишем для заказчика, не имеет никакого смысла, если это не контролировать. Так-то кайфово, да? Да. Важно все, и то, какими простынями застелены кровати, вентиляция в номере, состояние пристани, приварены ли амортизаторы у внедорожников. Чем больше мы успеваем проверить перед стартом, тем выше вероятность, что не возникнет никаких проблем. Поэтому о своем путешествии нужно задумываться заранее. В этом случае у нас будет больше времени, чтобы что-то заменить, что-то исключить, что-то исправить. Сейчас я их, наверное, вертикально поставлю. Это все, что должны составить в номера. Правильно? Да. То, что для меня и моей команды очевидно, для многих подрядчиков иногда оказывается откровением. Например, ну не разговаривай ты по телефону, если этот разговор напрямую не касается гостей. Даже если тебя пригласили за стол, не садись, так не делается. Слушай свой шансон дома, а не тогда, когда везешь молодую маму с детьми. Таких правил миллион. Обычно их называют здравый смысл, соблюдение субординации или правила приличия. Поэтому до и после каждого мероприятия мы делаем прививку здравого смысла каждому из подрядчиков и тех, кто работает в нашей команде. Охотники на привале. Когда лежишь? Помните, как всегда картошку сидят, копают, он говорит, слушай, да так же неудобно. Он говорит, да пробовал лежа, еще хуже. В нашем случае команда – это все. джип не поедет в гору без водителя, яхта не пойдет без капитана, сок мяса тоже сам себе не пожарит. Да, как бы я там периодически не психовал, но люди – это важнейший актив. Их нужно учить, их нужно мотивировать. Иногда без пизделения обойтись, но без сработанной команды за такие проекты лучше не браться. Там за трассой все разговоры, здесь только 5 пилотов и 5 пилотов. Чтобы оставаться в теме, нужно постоянно изучать новое и тратить. Тратить много времени и денег. Требовка решает. Вот этот сникоход вообще ровно едет, а тот синий просто вот так вот. На нем, наверное, как на сонях, да? Да, вообще ужас. Мы тестируем разные моторы на аэроглиссерах, потому что нам хочется двигаться по реке быстрее и с большим грузом. Покупаем новую резину, потому что не хотим пользоваться лебедками. Новые блюда, шатры, рации, вертолеты. Мы потратили 2 года на разработку сайта и написание текстов для него, потому что я считаю, что заказчик не должен копаться в куче невнятной информации и собирать ее на сотни разных ресурсов. Он хочет поехать в Исландию или в Южную Америку уже в этой жизни, а не через 100 лет. Я понимаю, что в мире нет ничего идеального или абсолютного. Мы, в принципе, к этому и не стремимся. Идеальное равно рафинированное, лишенное чувств. Иногда какие-то ситуации, которые идут не по плану, гостям приносят больше эмоций, чем спланированное по калориям меню или гид с белоснежными винирами. Когда поехал, начался шторм. Обратно выезжал, сейчас они подпрыгали, стыгаем, это 4 болта, как вы видите. Сейчас пакетами сидели, так, теперь, так, вот там, вернусь, спасли, другая. Когда все спланировано и согласовано, мы встречаем гостей в аэропорту. И с этого момента находимся рядом и контролируем весь процесс изнутри. ПОДПИШИСЬ! Во время каждого мероприятия мы получаем оперативную обратную связь от каждого члена команды и анализируем ее. Например, если гостю понравился брусничный пирог или оленина, значит, шеф скорректирует меню, добавит новых блюд на основе этих ингредиентов. Если после похода заболела спина или ноги, значит, мы затопим баню и привезем массажиста. Для бани у меня есть три скрама, три масла для тела, и я собираюсь вкусить такую травяную мочалку. То есть, как бы, без мыла там будет в составе глина, прямолтые сухие травы и соль. То есть, она как бы сейчас, без мыла модно течет тело, потому что, типа, мыло вообще для тела не очень хорошо. Не знаю, замечают это гости или нет. Может, им кажется, что это небеса, их так хорошо слышат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!